здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале сегодня видео будет о моих орхидеях которые я выращиваю на блоках я вам их покажу и также расскажу как я за ними ухаживаю в моих условиях у нас очень хорошая погода солнечная теплая так что я уже решила сделать этот ролик во дворе начну пожалуй с этого экземпляра я думаю многие его помнят я показывала он свел такими яркими замечательными желтыми цветами и вечно я ему обламываю цветонос вот уже два года подряд после того как этот ансидиум отцвел я решила посадить его на блок из пробкового дуба этот блок я приобрела у света из франции и очень довольна некоторые растения также я впоследствии пересадила я просто хочу показать вам как он здесь растет посадка самая такая незамысловатая это были горшочки я просто посмотрите на эти корешки как они прекрасно обматывают такая посадка вернее вот как вы видите здесь мха буквально капелька и вот он продолжает расти и развиваться так что я очень рада что посадила его на этот блок и орхидея кстати тоже сами можете видеть что очень и очень довольна так что вот такая вот одна посадка теперь хочу показать вам я недавно получала вот этот эндробиум париж и также посадила его вот не такой вот блок здесь у меня было немного лесного мха но вообще у нас мог то что вернее я собрала он не очень хорошо у меня приживается но все равно посмотрите вот видите корешки пошли новые росты там вот корешки так что вот его я тоже определила на такой вот блок и я думаю этому растению тоже понравится вот видите попробуем показать там вот молодые корешки тоже вот идут и я думаю этот эндробиум тоже прекрасно будет расти на этом блоке так что вот такой вот мой антен робиум паришиа и пока конечно совсем совсем еще малыш но я думаю за этот сезон он хорошо подрастет и может быть может быть я увижу его цветение следующего орхидею которую я хочу вам показать которая также прекрасно растет на блоке но на этот раз это блок из корней папоротника который мне прислала и ручка из доминиканы получила я этот блок где-то по-моему в сентябре и вот решила пересадить это у меня гиганты я покажу вам ее название это не это гибрид это фалинопсис гиганты джамбо сигнус скрещена с лдс беру кинг вот такое вот ее название многому интересно цветочки должны быть очень красивые и посмотрите как она замечательно растет на этом блоке здесь мог подложки тут никакой нет я сама орхидею просто положила на этот блок и по поверху немного добавила вот так мха но мог конечно уже позеленел потому что сентября она у меня вот такой вот посадки но я думаю как только вот корешками она обовьет весь этот блок я потихонечку потом пинцетом весь этот мог уберу потому что конечно выглядит он не очень презентабельно ну вот так вот она прекрасно себя чувствует выдала новый лес ну конечно и весна этому способствует но что я хочу сказать тоже орхидея прекрасно развивается на этом блоке так еще что я хотела вам показать также я посадила вот на блок из корней папоротника у меня был такой малыш ангреком это ангреком двери ну совсем он был крошкой вот раз два вот эти три листика вырастили выросли уже у меня прям совсем крошечный сеянец можно сказать посмотрите тоже на его корешки как он замечательно здесь растет выдал мне три листика и вот такая вот посадка это тоже блок от и речки из доминиканы и то что я посадила всем нравится и также орхидея прекрасно растут на блоках от светика из франции и я уже сказала так что кому нужны то обращайтесь к девочкам вот так замечательно растут орхидеи но это в моих условиях сейчас я покажу вам еще последний блок и потом расскажу как я за ними ухаживаю так что вот ангреком тоже довольны и вот есть вот такой вот блок честно говоря я не помню откуда он у меня она он тоже из пробкового дуба он довольно большой вот я вам покажу сейчас и здесь у меня как бы групповая посадка что ли здесь у меня посажены две моей шеверианы вот одна и вот вторая блок действительно он большой так что он уже в камеру не помещается и посмотрите на эти корешки посмотрите на эти корешки прекрасно все растет и тут та же самая история посмотрите какая прелесть прекрасно оплатывают этот блок вот так вот замечательно они у меня растут эти обе шелерианы они природные наверно вот так будет лучше это моя самая первая шелериана вернее ее мама была три года назад я ее приобретала она у меня процвела я если найду то вставлю фотографию потрясающие цветы но я очень часто говорила в своих видео что летом я отсутствую довольно таки долго и мне эту шелериану залили но потом она мне выдала детку и даже есть видео по моему ее пересадки и вот так вот она выглядит сейчас смотрите как она уже подросла чувствую себя очень хорошо и затем я приобрела у другого поставщика вот эту шелериану это тоже природная здесь вот у нас такое небольшое механическое повреждение мне горшочек упал и вот их я посадила вот так вот вместе думаю когда они зацветут но это наверное зацветет намного раньше потому что это все еще видите маленькая несмотря на то что она замечательно растет и развивается на этом блоке я думаю будет очень красиво сейчас я скажу как я ухаживаю за этими орхидеями например то что растет на блоке это конечно каждодневное опрыскивание в зимний период они у меня находятся в помещении под искусственным освещением под фитолампами температура дневная где-то от 22 до 26 ночная опускается до 16 17 градусов примерно вот так это зависит от температуры изне и что касается влажности то влажность я поднимаю искусственно она у меня варьирует где-то от 60 до 85 и при таких условиях я опрыскиваю каждый день но опрыскиваю слегка таким туманом вот так что я их просто опрыскиваю опрыскиваю чистой водой опрыскиваю с тониками с удобрениями но конечно же я это чередую и концентрация удобрения всегда минимально получается если так вот в среднем то примерно удобрения не получать где-то раз в неделю это 20-20-20 в основном я использую ну и по листу тоже тоники различные так что а вот эту орхидея которая сидит на блоке из камней папоротника я поливаю где-то раз в два дня вернее опрыскиваю потому что блок из корней папоротника он очень хорошо удерживает влагу так что раз два дня вот такое вот опрыскивание для орхидеи это нормально вот тоже самое и с ангрекумом вот его я тоже опрыскиваю раз в два дня ну а эти орхидеи которые сидят на пробковом дереве то они опрыскиваются каждый день в основном я это делаю утром ну и с ними то же самое иногда бывает что я их и замачиваю эти блоки это наверно происходит где-то раз две недели удобрения rain mix и я вот их замачиваю где-то на полчасика буквально ну вот в принципе и все я очень довольна такими посадками орхидеи прекрасно растут огромное спасибо и свете из франции и ирочки из доминиканы так что если кому-то интересно и условия у вас подходящие для выращивания на блоках то пожалуйста обращайтесь к этим девочкам они с радостью вам вышлют замечательные блоки у света и урины у ирочки также есть и субстрат и горшочки он так что и у света тоже и блоки и горшочки и сами кусочки крупные коры так что кому что нужно пожалуйста обращайтесь а ну вы дорогие друзья показала вам некоторые из своих орхидей которые я выращиваю на блоке и немножко рассказала как я за ними ухаживаю в моих условиях если я все-таки что-то не осветила то пожалуйста пишите в комментариях я с радостью вам отвечу и прежде чем попрощаться учитывая ситуацию которая происходит сейчас в мире эту пандемию я хочу пожелать вам крепкого здоровья и терпения ковид 19 грузию тоже коснулся у нас тоже закрыты все границы практически чрезвычайное положение аптеки продуктовые конечно же работают наше правительство все делает для безопасности населения и конечно же низкий поклон нашим врачам которые работают до последнего до упаду но я думаю что это скоро все пройдет скоростью закончится и жизнь вернется свое русло а вы берегите себя и своих близких до новых встреч друзья мои